Приветствую вас. Самый очевидный и оптимальный ответ, на мой взгляд, это, собственно, то, что вы сами сказали, что человек, он для вас родной, не чужой, и он вас, ну, проще попросить. Просто говоря, не забыл, да, вот, он вас попросту не смог забыть, вот. На мой взгляд, на мой взгляд, это вполне нормально, на мой взгляд, это вполне естественно, что он вас не забыл, особенно если у вас были хорошие отношения, отношения, если вы расстались, так вот, достаточно остро, вот, и ведь расставание, оно тоже, ну, не на пустом месте возникает, да, то есть, если, там, люди, к примеру, расстаются, то у этого есть какие-то причины, и нужно отдавать себе отсчет в том, какие это причины, какие причины расставания, понимаете, то есть, очень важно понимать, что это за причины, да, и как они появились. Вполне вероятно, что человек, находясь в отношениях сейчас, пускай даже в отношениях, все равно, он в той или иной степени скучает по вам, в той или иной степени переживает, что вы не с ним, вот. И, в общем-то, просто ему тяжело, просто ему тяжело переживать, он вознуждается, например, так же, как и вы, допустим, можете нуждаться, ну, также можете нуждаться в нем, и это, мне кажется, вполне нормальная история, это, мне кажется, вполне нормальная компонента, вот. Так что, я думаю, примерно так вам можно ответить на ваш вопрос. Я думаю, что, поскольку вы считаете его не чужим человеком, и, скорее всего, он вас тоже не считает чужим человеком, то идеально было бы, если бы у него спросили. А если бы у него спросили, а почему он это делал, и зачем он это делал, и так далее, вот. Как вам и сказал мой коллега, но с другой стороны, если вы боитесь, то у этого тоже есть какие-то, так сказать, основания, вот, и поскольку вы пишите, что уже, ну, что болит, но не так, вот, то я полагаю, что все равно осталась какая-то болезненность, какая-то осталась, вот, и если болезненность действительно осталась, то с ней имеет смысл поработать с этой болезненностью, вот, помочь вам опустить ее болезненность, я имею в виду, вот, и, собственно, вам это поможет более естественно следовести, потому что вполне вероятно, что вы-то его, вы-то его, может быть, и забыли, но забыли далеко не, не совсем, не полностью, вот, и, соответственно, как-то болезненность, она по-прежнему вам мешает, не дает покоя, да, и так далее, вот, мне кажется, что нет ничего плохого, да, в том, что поговорить, просить и так далее, вот, с другой стороны, с другой стороны, вам следовало бы лучше поработать со своими чувствами, чтобы определиться с тем, с чего вы хотите, вот, и можете ли вы, например, двигаться дальше, можете ли вы, например, идти дальше по жизни или без него, вот, ага, потому что мне, например, показалось, что вы прям несколько рабы, потому что у него может быть зависимость от вас, вот, вы прям можете испытывать эту радость от того, что у него зависимость, ну, может быть зависимость от вас, и мне не кажется это чем-то хорошим, мне кажется это чем-то позитивным для вас, вот, мне кажется, что это больше все-таки принцип такой, стальон, да, принцип, принцип обиды определенной на, ну, на человека, вот, и если я прав, то, конечно же, с этим тоже нужно работать, работать и с этим, ну, это тоже необходимо прорабатывать, то есть, вот, вот, обиду, боль, которую вам, которую вы, может быть, не до конца пережили, не до конца отпустили, вот, мне кажется так, ааа, мне кажется, таким может быть, ааа, ответ, который вы, ну, который, вот, вам можно дать, и мне, думаю, что гадать можно сколько угодно, ааа, вот, ааа, я бы из всего предположил, знаете, ааа, если человеку сейчас не очень хорошо, человек сейчас, ааа, ну, грубо говоря, ааа, ну, грубо говоря, переживает, да, переживает какие-то, вот, не знаю, не лучшие, не лучшие времена, да, скажем так, вот, и, вот эти вот не лучшие времена, они заставляют его, как бы, ну, вспомнить о, вспомнить о вас, то есть, вспомнить о том, что есть вот вы, есть вот вы такой человек, в котором ему, там, ааа, когда-то было, 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 было хорошо, понимаете, какая штука, вот, то есть, эо, вы посмотрите, это, ну, вот, по, что такой якорь спасительный может быть для человека. Вот. Я, в принципе, не утверждаю этого наверняка, да, я просто говорю о том, что это, ну, это может быть, что это может быть, что может быть, вот, такая ситуация, да, что может быть такая история, вот, и, в общем-то, ничего в этом страстного нет, вот, ладно просто понять, что вы хотите сами, ну, что вы хотите сами с этим делать, что вы будете делать, и будете ли вы что-то делать вообще с этим, вот, ну, потому что, если вы решите, что делать ничего с этим не надо, к примеру, вот, то можете оставить все как есть, все как есть, а, ну, если вы решите, если делать все-таки что-то надо с этим, вот, то уже ориентируйся на, там, допустим, свои, свои желания, да, на свои предпочтения, вот, и все, и будет, в принципе, у вас неплохо, ну, вот. Ну, конечно, конечно, понятно, что вся эта ситуация, вся эта ситуация, она вас нервирует, она возвращает вас там от чего вы, может быть, побежали, вот, или пытались бежать, ну, как бы вот вы можете себя спросить, да, ну, вы можете спросить себя просто, а, в какую сторону вы хотели бы двигаться, куда вы хотите бы двигаться, вот, понимаете, я думаю, что так, я думаю, что так, вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Удачи! Удачи!